Пианур, ты как, живёхонький? Ты давай остань лучше, а я его усмирю. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить историю одного неудачника. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал или задоначить по ссылкам в описании. Погнали! Он справится, я в него верю. Отметить можем и втроём, может водочки хлопнем. Смотрю, ты сам уже оправился. Или просто не можешь так долго быть трезвым? Обижаешь, сам знаешь, сколько я по Мику убивался. Но Микуфил пошёл другой дорогой. Может, оно и к лучшему для него будет. Надеюсь, он скоро придёт в себя. Главное, чтоб башню не сорвало от пиздостраданий. Он нам целёхоньким нужен. Верно, нам нужен каждый. К слову, потому вы и мои глашатаем. И чем больше народу мы соберём, тем больше у нас будет шансов на победу. Ну, главный наш козырь избранный. Что за избранный всё-таки? Он неебически силён, пиздецки быстро, или может Юлию Башко расхуярить силой мысли? Его сила в другом. Ты сам поймёшь, это когда его встретишь. Ладно, приступлю к приготовлениям. И вам советую не засиживаться. Мой номер у вас есть, если что? Да-да, для экстренной хуйни. Алконер мне как-то дал его на всякий пожарный. Славно. Тогда будем на связи. С этими словами он покинул нас. Эх, вот мы и вдвоём остались. Ну чё, обмоем это дело? Ну, отводяры, наверное, откажусь. Мне таблетусики роднее. Но компашку тебе составлю. Можно и остальный народ к этому делу подключить. Совместить, так сказать, приятную хуйню с полезной. Великолепная мысль. Тогда погнали. Алконеру не составило труда всех обзвонить. В качестве места туса был выбран склад в каком-то неизвестном цикле. Да, будь с нами пионер, можно было бы и по-человечески в столовой, избавившись от всех кукол. Но пришлось удовольствоваться тем, что есть. И, как говорится, главное не место, а компания. Слава, славян тут чё делает? Это Юлий тебе так. На тебе места живого нет. Да давно уже. Я вроде как оклемался уже. Жаль, что так вышло. Но я пытался это предотвратить. Ты помнишь? Помню, базару ноли. Не будем о грустном. Давайте за борьбу. Мы чёкнулись, алконер с алисофагом пили столичную. Я согласился на бутылку пивка. Ну а славяфаг довольствовался... Грушевым дюшес... Грушевым дюшесом. Грушевым дюшесом. Который заранее притащил с собой. А что ботонера не позвали? Звали. У него там какой-то ебучий эксперимент. Да, алконер? Да и я не горю особым желанием с ним пересекаться. В прошлое нашу встречу я его нахуй послал. Да, может... Может он обиделся им, поэтому отказался. Знаешь, что ты будешь... Плохо это. Борьба значит, что все мы должны забыть прошлые обеды. Объединиться, взяться за руки. Только тогда мы будем по-настоящему сильны. Всё, что угодно, кроме этой хуйни собзяться за руки. Как-то это по... Дебильному. Ты уж извини. Это фигурально выражаясь. Я имею в виду наше внутреннее единство. Гармонию друг с другом. Всё плохое надо оставить позади. И быть друг к другу терпимее. Я вот сегодня ничего не сказал про твою матершину. А я думал вот это из сочувствия к моей травме. Все засмеялись. Алконер снова присосался к своей бутылке и закопошился, примолкнул. Я предположил, что он шарится в своём телефоне. Как-кстати об... Единстве. Пора бы ему про... По... По... Оу... Да, говорить он не успел, поскольку рядом с нами кто-то появился. И я это почувствовал. И мигом узнал эту энергетику. И ты тут? Я тебя убью, паскуда! Ревнул ленофил. В следующий миг что-то сбило меня с ящика, на котором я устроился. А затем я ощутил, как кто-то придавил меня к земле. Сомкнув пальцы на моей шее и начал их сдавливать. Придушу тебя, бессовестная ты мразь! За Леночку, за Стасю! Ты мне за всех ответишь! Ленофил, слей с него! Ну вот, опять-то за своё хуйнё важный тост пропустил. Мы как раз за примирение выпивали. Засунь тебе в жопу своё примирение! Я тебя никогда не прощу! Ну вот, блядь! Прямо как в прошлый раз! Лучше руки убери, пока я тебе пальцы не сломал! Я пусть ты слепой на жопу твою надеру ещё быстрее, чем тогда на спортплощадке! Ленофил, наверное, немало прихуел с моих угроз. Этого было достаточно, чтобы он слегка ослабил хватку и потерял бдительность. Я со всей дури врезался своим лбом в его лоб. Парень отшатнулся, благодаря чему я резко подобрал под себя ноги, и, используя их как пружины, толкнул его в грудь со всей дури. Неприятель отлетел куда-то назад, сшибая всё на своём пути. Оставалось надеяться, что я не запустил его в своих товарищей, которые, скорее всего, были в ахуе от происходящего. Блядь, как башка болит! Ко мне бросились славяфаки, а лисофаки помогли подняться. Пианур, ты как, живёхонький? Ты давай остынь лучше, а я его усмирю. С дороги! Я этому гаду морду начищу! Чтоб больше ко мне не лез! Заебал уже со своими нападениями, крыса! Тем временем Ленофил выбрался из-под завала и отпихнул алконера, который собирался ему помочь. По крайней мере, так я предположил по звукам и возмущённому возгласу алкаша. Эээ, успоко... Ну, успокойся, ты чё опять начинаешь? Ленофил вновь двинулся ко мне. Бей сколько угодно! Я больше не чувствую физической боли, забыл? Только душевную. А она и так переполняет моё сердце. Ну, давай, заплачь ещё, мне поебать! Всё равно тебе, ебасос, расквашу, чтоб знал! Мужики, успокойтесь уже. Ленофил, я прекрасно помню, каково тебе было. Но приди в себя. Мы тут не для этого. Это он первый начал! И кому как не тебе это знать? Пустите меня к нему, живо! Но вдруг все замерли. Раздался настойчивый стук в двери склада. Братва, шокер, всем тихо, живо! Шикнул на нас алконер, бросившись к дверям склада и подпирая их. Стук повторился ещё настойчивее. Эй, кто там внутри? Что вы тут устроили? А ну, выходите живо! Вожатая, кажется, накрылась наша туса. О нет, мы же, наверное, кого-то разбудили. И намусорили здесь, что же делать? Серьёзно, тебя эта хуйня беспокоит? Конечно, мы же некультурно себя ведём. Который сейчас вообще час. Надо пустить её и извиниться. Пустить? Заебись идея! Если только покругло! Ну не... Не заслужили вы такой... Роскоши. Какая хуёвая шутка! Особенно из твоего мерзкого рта, пианур! Ты же у нас против баб? Или переобулся уже? Опять ты меня провоцируешь! Я как пропишу, в пизду улетишь! Как тогда, на самолёте! Угомонитесь! Вожатая тем временем продолжала неистово ломиться в двери. Я вас слышу! Сейчас же открывайте, или будет хуже! Надо текать всем! Прямо сейчас! Идите, я останусь! Приберусь тут и что-нибудь придумаю! К чему это самопожертв... Блядь! К чему это самопожертвование? Славя фак! Пиздаем вместе! Не могу! Меня потом совесть мочить будет! Аж сердце вздрагивает при мысли, что обо мне Славя подумает! Похоже, его было не переубедить! Ладно, тогда пока всем! Жаль, что всё так кончилось! Мы ещё не закончили, Пианур! В другой раз я заставлю тебя расплатиться за всё, что ты сделал! Ладно, свидимся ещё, братва! Они исчезали один за другим! В итоге остались лишь мы со Славя Фагом! Я ободрееще кивнул ему на прощение и тоже перенёсся в освоясье! Мда, кто ж знал, что всё вновь пойдёт по пизде! Ладно, на самом деле мне было как-то похуй! Когда я разбил самолёт, то знал, что мне это ещё аукнется! Ленофил был меньшей проблемой! Главным делом оставалась борьба! А нашей общей целью уничтожение Юлия! То, к чему мы так долго шли и, наконец, объединили свои усилия! Всё это не будет напрасным! Чудесное утро! Наверное утро! Время суток я теперь чаще всего определял по температуре! Потому что режим сна у меня был сбитый и непостоянный! Сегодня стояла приятная прохлада! По запаху я понял, что прошёл дождь! Значит, я перенёсся в цикл, в котором уже... Который уже близится к завершению! Это стоит учесть и поискать себе убежище в другом цикле! Переместившись к умывальникам, я приступил к утренним процедурам! Слепой не слепой, а зубы чистить надо! На всякий случай, я заранее уберёлся, что рядом никого нет! Или почти никого! Оу, опять эта пионерка! Привет, пианур! Как водичка? Я едва не подавился зубной щёткой, когда услышал знакомый голос! Рядом со мной была пионерка! Т-те! Что за хуйня? Я не хуйня, я девушка! Почему ты со мной всегда такой грубый? Ответила она обиженно, явно считая меня каким-то ненормальным! В её голосе было что-то ещё! Будто это не единственное, что её волновало! Но мне было как-то поебать! Блядь, опять с таблетосами переборщил! Не поймёшь, какую дозу теперь брать с этим иммунитетом ебучим! То не берёт нихуя, то накрывает по самые помидоры! О чём это ты? Теперь в голосе собеседницы было полнейшее непонимание! Хорошо прикидывается! Видать, мой ебучий разум апнул левел капканов, в которые хотел меня заманить! Тебя здесь быть не должно! Вот о чём! Раз так я могу уйти, я хотела... Впрочем, неважно! Видимо, я ошиблась и в тебе! Бздохнула пионерка, явно не обрадованная моей манерой общения! Так просто! Шизолян меня до последнего доставал! А ты так просто свалишь! Она собиралась было покинуть меня, но я поймал её за руку! Материальная! Тёплая! Мягкая! Прямо как в тот раз! Наша золика это было явно не похоже! Погодь! Это и правда-то? Конечно я! Что за глупый вопрос? Ты уже забыл мой голос? Я думал, ты ебучий глюк! Ты тогда исчезла, будто тебя и не была! Ага, ты об этом и правда! Извини за этот случай! Я просто увидела, что ты не один! И испугалась! Кого? Алканера? Ахахаха! Да, он безобидный! Если алкашусь... Если алкашку у него не отнимать! Пионерка промолчала, не зная, как это прокомментировать! Либо обдумывая, стоит ли выкладывать мне то, что было у неё на уме! У вас с ним одинаковые лица! Я такое уже видела! Меня будто молнией шарахнуло! Что, блядь? Где? Везде! Раньше они были повсюду! Другие пионерки! Но и сейчас я, кажется, осталась одна! Что? Услышанное настолько шокировало меня, что я выронил зубную щётку! А теперь я увидела такое же! Ты тоже раздвоился? Если бы, нет! Моих двойников куда больше! Стой, эту хуйню надо переварить! Получается, ты тоже попала сюда из реального мира! Да, это было давно! И всё постоянно повторялось! Казалось, я схожу с ума! А потом я стала видеть других пионерок! И сначала думала, что это просто сон, но потом... Поняла, что они тоже живые! Пиздец! Услышанное потрясло меня настолько, что я даже не знал, что сказать! Скажи, пионерка! Ты видела Юлия? Сердце в моей груди застучало громче и быстрее в ожидании ответа! Старика в лохмотьях с кошачьими ушами и хвостом? Да, это он привёл меня сюда! И не отпускает! Я пробовала убежать по дороге из лагеря, но она никуда не ведёт! Пробовала найти другой выход в лесу, но рано или поздно... Тропа вновь возвращала меня в лагерь! Охуеть! Выходит, я не один такой, слушай! А как давно ты в этом лагере? Сколько циклов! Сбелось со счёта много повторов! Циклов, если ты их так называешь! Когда я увидела тебя, я почувствовала, что ты какой-то другой! Не такой, как другие обитатели лагеря! Ты показался мне более... Настоящим! Настоящим! К тому же, раньше я не видела тебя! Ты будто появился из ниоткуда! А тех, кто здесь есть, я знаю уже очень давно! Но я не была уверена, пока не увидела, что вас двое! Не знаю, как это объяснить! Но иногда мне удаётся перемещаться между повторами до того, как всё начнётся сначала! Это всё объясняет! То, как ты сюда попала! Теперь всё становилось на свои места! Пионерка точно так же, как и я тогда... Как и я когда-то боялся пионера и будущего себя... Боялась своих двойников! Поэтому она почувствовала угрозу, увидев, что и я в этом пионер-лагере не в одном экземпляре! Сложно было описать мои чувства после того, как она поделилась своей историей! Я понимал её! С каждой клеточкой... Каждой клеточкой тела! Получается, я не ошибся, когда посчитал её особенной! Чутьё меня не подвело! Я уже тогда знал, что пионерка здесь такая же пленница пионер-лагеря, как и я! Бля! Лучше бы ты тогда осталась! Если б ты рассказала это другим нам! Не бойся, они не злые! Ну, почти все! Я задумался, кто из нас злой, а кто добрый! Уж я точно злодей после всего, что совершил! Но пионерка меня не испугалась! Ты должна пойти со мной! С тобой? Куда? К твоим двойникам? Не думаю, что это хорошая идея! Да не сы, мы с ними заодно! Я уже встречалась со своими другими сущностями! Все они тёмные! Были! А потом пропали куда-то! Мне страшно, пионер! Мне кажется, он за мной наблюдает! И, возможно, имеет какое-то отношение к пропаже моих двойников! А что, если он и меня заберёт? Юлий, ты про него? Не только он! Но самое страшное, я начинаю забывать, что со мной было! Я уже почти не помню того, что со мной было не только в реальном мире, но и здесь! Будто кто-то стирает мою историю ластиком! Та, ебать! Не разводи панику, спокуха-пионерка! Ты поможешь нам, а мы тебе! Не боись, мы тебя защитим! Кажется, мне удалось немного её успокоить! Правда? Что ж, не будем терять времени! Я расскажу вам всё, что знаю! Вернее, что помню! А вот что она знает, вернее, что помнит, мы узнаем уже в следующий раз! Наверное! Ну, а на этом будем заканчивать! Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok